Павля, скажите, пожалуйста, как Вы видите нынешнее событие? Сейчас идет обострение ситуации, очень быстро и очень резко. Что, в самом деле, происходит в Луганске, если коротко? Ну, если коротко, здесь мы участвуем в этих событиях и как наблюдатели, то есть как мирные жители, которые оказались доложниками этой ситуации. В то же время мы участвуем во всем этом и как общественные деятели. То есть я представляю общественную организацию, Луганская правозащитная группа. То есть специфика работы нашей организации, то есть это объединение интересов людей, объединение людей, общих усилий для защиты прав человека, взаимодействия с органами государственной власти с этой же целью. И вот сейчас мы столкнулись с тем, что нашего сотрудника, нашей организации, сейчас содержат здание СБУ. То есть только сегодня нам буквально удалось с ним связаться, выяснить, что он действительно жив. То есть насколько он здоров, в каком он находится состоянии, здесь проблематично выяснить, потому что рядом находятся люди с оружием. Он чётко сказал, что на меня сейчас направлено оружие. То есть когда он давал интервью по телефону, мы, естественно, переживаем за его жизнь и здоровье. Зовут его Тимур Юлдашев. Он буквально недавно вступил в нашу организацию. Он патриот Украины, общественный деятель. Кроме того, он известный спортсмен. Он трехкратный чемпион мира и Европы по тяжёлой атлетике. Для него выжить 150 килограмм, да, то есть не проблема. Но сейчас он оказался в такой ситуации, что он стал жертвой, да. То есть он находится вне определённости, да. То есть что будет с ним дальше, он не знает. Когда его отпустят, отпустят ли. То есть мы сами задаёмся этим вопросом. Мы неоднократно обращались опять-таки в нашу областную милицию. Вчера приходили общественники, спрашивали. Они сказали, что якобы мы будем что-то делать. Ну а сейчас получается, что никто этим заниматься, кроме общественности, уже не будет. Те люди, которые его содержат сейчас в здании СБУ, то есть они на контакт не идут, то есть какие есть у них требования в этом аспекте, нам неизвестно. То есть как быть дальше, да, что будет происходить с этим человеком. То есть, естественно, мы обеспокоены. Мы обеспокоены тем, что к нему могут применяться и пытки. Тем более, что против него агрессивно настроены те люди, которые находятся в здании СБУ. У него были конфликтные отношения с Гончаевым, которого задержали за сепаратизм. Ну вот из-за этого мы полагаем, что по мотивам мести к нему могут применяться, в том числе и методы воздействия, ну физически, да, то есть мы боимся быток. Мы боимся, что есть угроза его жизни. А кто за люди, которые сейчас захватывают СБУ и область? Значит, мы считаем, что есть люди действительно, которые считают, да, то есть что они действуют в интересах народа. Есть люди, которые свято верят, что они борются, да, с теми нарушениями со стороны, например, киевской власти, со стороны местной власти, которые есть. То есть они свято верят в том, что они защищают правое дело. Их можно понять, потому что ситуация действительно у нас сложная. Действительно есть основания для недовольства. Это экономическая ситуация, социально-политическая ситуация. Есть для этого основания. Но с другой стороны, есть и люди, которые очень хорошо знают военное дело, у нас сложилось такое впечатление, которые умеют наладить организационную структуру. То есть это не просто обычные, знаете, люди, которые выражают свой протест. То есть они действуют очень чётко, скоординированно. Мы это наблюдаем, что, например, прошли, например, какие-то действия в Донецке, здесь это отозвалось, в Харькове это отозвалось, в Киеве это отозвалось. То есть есть жёсткая координация. Причём есть некое ядро, то есть силовое ядро, которое захватило СБУ. И есть прирощенные структуры, которые как раз выполняют здесь уже такую, может быть, какую-то буферную роль. То есть есть активисты, которые борются за правое дело. Есть, извините, люди, которые имеют какие-то, возможно, материальные преимущества. То есть можно пойти, например, к СБУ, там что-то покушать, да, то есть попить чай и так далее. То есть ситуация во многом здесь управляется далеко не теми людьми, которые реально думают, что борются за правое дело. Самое главное, чего мы опасаемся, что вместо того, чтобы улучшить наш общий дом, да, кто-то пытается его сейчас разрушить. То есть мы боимся именно разрушения. И действительно идёт разрушение, как беспорядка в городе? Дело в том, что что сейчас происходит? Люди обеспокоены тем, что вооружённые люди, то есть камуфляжной формой, вышли за пределы периметра СБУ. Они вчера, например, спокойно ходили по городу, мы лично их видели. То есть, да, мирные люди, которые не имели оружия, пришли, например, к зданию облгосадминистрации. Но сзади них шли люди, вооружённые палками. Кроме того, люди, у которых есть оружие, то есть они тоже присоединились к этому. То есть это не похоже просто на верные протесты. То есть речь идёт о том, что есть такой вот силовой блок, который контролирует и подталкивает, управляет этой ситуацией. То есть к чему это приведёт и что будет дальше, я могу сказать, вот, например, как адвокат. То есть сегодня у меня конкретная проблема. Даже в Невый суд, в наш районный суд, не работает. Апелляционный суд не работает. Над ним висит российский флаг. И в условиях, когда по городу ходят вооружённые люди, и милиция фактически не в состоянии проконтролировать ситуацию, это означает, что система правосудия у нас развалена. То есть в таких условиях нельзя получить законное и справедливое решение, нельзя исполнить решение. Нельзя даже обеспечить простую безопасность верных граждан. К слову, то есть вчера буквально было осуществлено нападение на адвоката Чудовского, достаточно известного человека. У него огнестрельное ранение, он чудом остался жив. То есть здесь возможная ситуация, когда, пользуясь тем, что происходит, отдельные группки, да, то есть могут этим пользоваться в своих каких-то интересах. Может быть, и эксцесс-исполнителя. То есть мы видим, что контроля за ситуацией действительно такого, чтобы обеспечить права обычных граждан, здесь нет. Кроме того, возможно, здесь будет оказываться и давление на людей, которые занимают, например, какую-то другую точку зрения. Но мы стараемся призывать людей к миру. Мы сколько раз просили тех людей, которые находятся в здании СБУ, то есть сложить оружие, пойти на переговоры. Предлагали даже совместно поехать в Киев и требовать принятия закона, например, о местном рефигендуме. Требовать принятия антикоррупционных законов, потому что это наш общий интерес на самом деле. Мы не заинтересованы, чтобы наш общий дом развалился. Мы заинтересованы, чтобы было построено то, что нам нужно для общего блага. То есть нормальные законы, избрать нормального президента. Пусть кто бы ни занял это кресло, но он должен чувствовать контроль со стороны народа. И наша задача создать вот такую систему контроля. У нас есть, например, сейчас контакты с Координационной Радой Майдана, то есть общественниками, общественными организациями, которые призывают к чему? К тому, чтобы все объединились. Очень много недовольства со стороны, например, этих людей тем, что происходит в Киеве. Почему? Потому что, по большому счету, использовали в этом случае и общественные организации, которые поддерживали Майдан. И сейчас пытаются, я так понимаю, использовать общественные организации, которые здесь поддерживают, например, то, что происходит. А кто за этим стоит, вопрос. Кому это нужно? Но я думаю, что точно не простым людям. Как вы наблюдаете ситуацию, объяснили детей, обученствовали детей, людей в Луганске, как относятся к нынешнему событию? Вы знаете, перед всеми этими событиями, то есть уже с нами связывались журналисты, которые проводят журналистские расследования, опрашивают людей. И не спрашивали, то есть вот люди жалуются, что они не могут заниматься бизнесом, да, то есть у них проблемы. Возле здания СБУ, то есть пройти невозможно, естественно, клиенты все ушли. Дальше вывоз мусора, то есть коммунальные предприятия мусор не забирают, не может подъехать скорая помощь. И другие аспекты. Кроме всего прочего, перекрыт центр города, то есть это создает определенные также проблемы. Кроме всего прочего, да, то есть простые люди сейчас не могут, по сути, воспользоваться своим правом на судебную защиту. То есть оно под вопросом, это право, насколько будет объективное судебное рассмотрение в таких условиях. Кроме всего прочего, милиция, то есть ее функционирование сейчас введено к нулю, а это означает, что этой ситуацией могут воспользоваться, да, то есть преступные элементы общества. То есть это самое страшное. И куда обращаться, куда звонить, кого просить о помощи. Сейчас, по-моему, к вам больше людей приходят, по-моему. К нам всегда много приходит людей, но дело в том, что сейчас люди растеряны. Вот ко мне, например, сегодня звонят, вот надо обращаться в суд, человеку нужно составлять исковое заявление. Я вынуждена говорить, что давайте подождем, апелляционный суд не работает. И мы сегодня вот проезжали мимо здания апелляционного суда, мы увидели воочию, что заднего входа, да, то есть бокового входа, не центрального, грузят какие-то коробки с документами. То есть что происходит, для чего это происходит. Кроме того, то есть наши контактные люди в той же областной прокуратуре сказали, что полностью были разбиты кабинеты, оргтехнику забрали, ценности забрали. То есть под шумок могут пропасть и серьезные материалы, в том числе связанные с раскрытием каких-то коррупционных схем. То есть здесь нельзя дать однозначные оценки, но можно четко сказать, что явно это не в интересах обычных людей. Вот вчера мы были очень довольны, кстати, приемом нового прокурора областного. То есть он детально начал разбираться в тех делах, которые при старой власти, да, то есть фактически они лежали мертвым грузом и не могли добиться даже минимального сдвига. Но в результате прокуратура полностью покинула здание, ну и мы видим, что сейчас там уже нет украинского флага, она не работает. Сотрудники прокуратуры сидят просто по домам. Почему люди, которые захватывают суды и администрации, почему они хотят независимость области и присоединения к России? А это что же верно с коррупцией против, извините, с ворьбой против коррупции, например? Ну вот знаете, казалось бы, вот мы беседуем, говорю, у нас же общие цели, да, то есть мы все хотим общего блага, по крайней мере это декларируется, что все хотим защищать права человека, бороться с коррупцией. То есть вернуть средства, которые были разворованы, потому что у нас очень сильно разворовано коммунальное имущество, государственное имущество. Да, но вопрос нет, да. И вопрос еще в том, что действительно те люди, которые добровольно, которые заняли эту позицию, они активисты, да, то есть они защищают, как бы это сказать, правду, как они считают. Вот. Они говорят так, но мы не верим, да, что там в Киеве, да, то есть реально будут какие-то сдвиги положительные, мы не верим, что будет какое-то положительное взаимодействие, хотя таких попыток предпринималось очень много. Но вопрос в другом, они не хотят идти на контакт. Вот когда мы предложили, говорю, поехали вместе на Майдан. Говорю, хоть сколько-то людей, дайте, но главное, чтобы мы показали, что мы вместе этого добиваемся. Мне сказали, ну, 10-15 человек. Давайте мы вам выделим, а потом так, стоп, 10-15 человек. У нас сейчас каждый, извините, человек на счету, он может держать в руках оружие. Поэтому мы с вами с мирной акцией не поедем. То есть возникает вопрос, то есть зачем эта эскалация насилия, кому это нужно. То есть у нас такое, у меня такое, например, впечатление складывается, что ситуация действительно каким-то образом подталкивается, управляется извне. Вот эти страхи в отношении бандеровцев, приедет правый сектор, у нас его здесь нет и быть не может. Разве что какой-то подросток решил пропиариться, сказать, что я правый сектор, произвести впечатление на девушек. А в отношении бандеровцев, ну, опять-таки, пугалки. Кого причислять бандеровцев? Людей, которые работают в просвете. То есть, да, это вот национальное такое общество, которое занимается распространением знаний. Я беседовала с их руководителем. Да, он любит ходить в вышиванки, говорит на украинском языке, но он пальцем, извините, никого не троет и муху не обидит. То есть он настолько цивилизованный человек, да, то есть он преподаватель, он ученый. То есть, ну, это смешно считать его бандеровцем, который опасен для людей. Тем не менее, он получает угрозы, свой адрес. Что мы тебе отобьем голову, да, руки, ноги. У нас даже было предложение, я говорю, но если бы не было, конечно, сейчас этой ситуации, мы бы, безусловно, его бы реализовали. То есть собрать людей, да, то есть одеть георгиевские ленточки. Дело в том, что для нас это тоже святое, то есть мы против фашизма. Но одновременно одеть значки Украины, да, то есть, либо ленточки Украины, чтобы показать, что мы за единство, мы за единый дом. Точно так же, то есть наши деды воевали с фашизмом. Мой дед брал Берлин. Но я не понимаю, то есть, как можно, например, выкалывать людям глаза, тем же СБУшникам. Я не понимаю, как можно, например, удерживать человека, который сейчас, в принципе, он ни для кого не опасен. Он был без оружия. Угрожать ему сейчас оружием. Для чего это делается? С какой целью? Безусловно, есть много вопросов, да, то есть, очень многие говорят о том, что, например, пострадали серьезные сотрудники Беркута, которые защищали правительство Януковича. выполняли какие-то указания. Но по большому счету, да, то есть, здесь нужно разбираться.